Алтайских туристов вывезут из Хайнаня 14 декабря. По подсчетам местных туроператоров, на китайском острове сейчас находится около сотни земляков. О том, что отдых российских туристов на острове Хайнань может затянуться на неопределенный срок, сообщили многие федеральные СМИ. Причина – приостановка полетов иркутской авиакомпании «Ин Айра» из-за долгов туроператора «Жемчужная река». Заложниками финансового спора, по оценкам экспертов отрасли, могут стать полторы тысячи соотечественников. Что касается алтайских туристов, то их отдых на острове истекает 14 декабря. Тогда же они должны вернуться на родину. За это ответственна другая авиакомпания «Алроса», которая сейчас не имеет разрешения на ввоз туристов в Китай, но вправе совершать вывозные рейсы, сообщили в Алтайской ассоциации туризма. Там же посоветовали нашим землякам, которые планировали в ближайшее время отдых на Хайнане, сдать путевки и вернуть деньги. Разговор о расторжении договора, естественно, по инициативе клиента. Полагаю, в настоящий момент это наиболее оптимальный вариант для туристов, потому что, судя по сложившейся ситуации, крайне проблематично будет складываться последующая деятельность данного туроператора. По сообщениям ряда федеральных СМИ, долг «Жемчужной реки» перед авиакомпанией «Ин Айра» оценивается в 2 с лишним миллиона долларов. Перед авиакомпанией «Алроса» туроператор также имеет долги, но в данном случае сумма не такая большая. По данным местной ассоциации туризма, всем российским отдыхающим на острове продлили проживание в отелях, предоставляют завтрак.